МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Давайте напомним. Два года назад, в 2015 году, нашу Хакасию посетила проектная команда убитой дороги, которая проводила рейтинг дорог по всей стране. И на 2015 год дороги нашей республики выделялись в положительную сторону. А наша столица, город Абакан, вошел в десятку лучших дорог Сибирского федерального округа. Работы действительно проводились нами и с 2015 года, и раньше, и в течение последующего времени. В 2016 году, в конце 2016 года, прошел форум действий в Москве, где информация о дорогах, о качестве ремонта была доведена до президента Российской Федерации, до лидера Российского народного фронта Владимира Владимировича Путина. И было принято решение об усилении контроля все-таки за тем, как эти средства, а их действительно большие миллиарды выделяются на освоение и на ремонт дорог, было принято решение, чтобы этот локальный проект приобрел масштаб все-таки федеральный. И в течение полугода, в начале 2017-го, уже был презентован сначала в Москве, потом уже на территории нашей республики и всей страны, проект «Убитые дороги». И была запущена интерактивная карта «Дороги» под латинскими буквами «defis.onf.ru». Как вот эта карта создается? Как она создавалась? Смысл этой карты вообще – именно привлечь жителей к участию в дорожной политике, чтобы дороги, которые ежегодно делаются, делались не те, которые важны, по мнению чиновников, а те дороги или участки дорог, которые важны жителям того-либо иного населенного пункта, либо можно взять в целом республику Хакасия. Каждый человек, активный человек, и, наверное, эта карта, она создана в помощь активным людям, могут совершенно спокойно зайти с мобильного телефона, либо со стационарного компьютера, сфотографировать предварительно яму, сломанный столб, любое, по его мнению. То, что вызывает опасения, неудобства. Да, выкладывает эту информацию на сайт с указанием места. Все, на этом работа человека закончена. Дальше уже эту информацию проверяем, наши модераторы проверяют, выезжают при необходимости на место, и начинается работа по занесенному на карту проблемному участку. И вы совершенно правильно отметили, недавно был подведен такой промежуточный этап, рейтинг топ-10 дорог, сюда вошли, ну, наверное, ожидаемо Саиногорск, Абакан и Черногорск. По всей видимости, это логично, поскольку, несмотря на то, что Абакан у нас все-таки дороги действительно у нас хорошие здесь, но здесь и проживает большее количество людей в нашей республике, и, возможно, они более трепетно относятся к своему транспортному средству, и даже вот малейшие ямы, которые чуть больше каких-то нормативов, сразу выкладываются и отмечаются нашими жителями как, ну, проблема. Поэтому и были выведены те участки, за которые больше всего проголосовало людей, чем мы и просим постоянно. Проявляйте активность, заходите, смотрите. В первую очередь будут ремонтироваться те участки, за которых проголосовало большее количество людей. То есть нужно активно вести себя, иначе достанешься с ямой у порога, что называется. Да, можно так сказать, можно так сказать. Ну и как вот дальше будет построена эта работа, как она будет идти, когда будет ремонт вот этих дорог проблемных? Поскольку проект новый, и бюджет на 2017 год закладывался в 2016, соответственно, мы здесь можем подкорректировать или посмотреть. Кстати, хочется отметить, что большая часть ямочных работ, вот в городе Абакане, в частности, они, вот где жители голосуют, что необходимо сделать, они совпадают с планами города. То есть вот происходит некий такой вот идиллия, наверное. Одни хотят, чтобы сделали, а другие уже запланировали это сделать. А что с теми участками, которые не входят, ни в чьи планы? Если на этот год по каким-то причинам не хватило финансирования, или вот к осени образуются новые проблемы, то наша задача повлиять на то, чтобы в следующем году, 2018, вновь образованные проблемные участки дорог были внесены при распределении бюджета, на то, чтобы их посчитали и в следующем году сделали. Ну и все же, как вы будете выбирать, какие будут, какие в приоритете дороги, а какие нет? Ведь на ту же яму где-нибудь в лесу может пожаловаться 15 человек, да, которые, ну, проезжали мимо, а в городе, допустим, один человек, ну так получилось, что социально неактивные люди вот в этом районе. Вот будут какие-то по приоритетам расставляться? Вот здесь как раз есть проблема. Если жители двух, допустим, взять многоэтажных домов, активные жители, и их всего, пускай там 500 человек живет, но при подъезде к их дому разбита дорога, и они, вот нашелся активный человек, прошелся по всем жителям своих домов, попросил проголосовать, и 500 отзывов, что необходимо отремонтировать, конечно же, на это все обратят внимание, в том числе и руководство муниципалитетов, главы муниципалитетов или сельсоветов, конечно же, сделают это в первую очередь, нежели будет микрорайон целый жить с несколькими тысячами населения людей, и один кто-то проголосовал, ну, естественно, наверное, на это будет меньше обращено внимания, поэтому приоритет мы здесь не можем расставить, здесь люди должны изъявить, мы помогаем людям участвовать, именно с чего я начал, в формировании дорожной политики, в формировании того, что в первую очередь должно быть сделано, поэтому здесь очень, все зависит на самом деле от жителей города, региона. Все зависит от нас самих. От нас самих, как всегда. Ну и если вот так брать Хакасию, в сравнении с другими регионами, мы вообще как выглядим? Вот в плане нашей убитости дорог? В плане убитости дорог, ну, нельзя сказать, что у нас дороги, опять же, самые худшие. Нет, конечно же, нет. Есть и субъекты, и населенные пункты, города, в которых вообще невозможно ездить, и мы это прекрасно видим по федеральным СМИ, это очень широко освещается. Активность граждан у нас, по сравнению с другими регионами, очень низкая. Это вот, к сожалению... То есть не хотят наносить новые точки на... Может быть, не знают, может быть, не верят в том, что есть в этом какой-то смысл, но для таких людей, которые сомневаются в том, что их голос может что-то значить, хочется сказать, что первая сплошная работа, сплошной ремонт дороги, за которой проголосовало довольно большое количество людей, Белый Яр, Аршанова, Бея, он ремонтируется, сплошняком ремонтируется. Очень много было за него проголосовано. Ямочные ремонты, как я уже сказал, они тоже делаются, и работа идет. Она не останавливается на месте, и мы делаем соответствующие запросы. Мы находим, кому принадлежит тот либо иной участок. У нас же очень много разграничений федеральному значению, местному значению, межмуниципальная дорога. И сначала нужно найти, кто отвечает за содержание данной дороги, а потом уже... А как вы воздействуете на тех, кому принадлежит эта дорога? В прокуратуру привлекаете? Что-то еще? Ну, существуют же чиновники у нас, которые получают заработную плату за контроль за качеством автомобильных дорог. Поэтому здесь... И надо отметить, что практически в 100% случаев наши запросы находят ответы, и положительные ответы. Что да, действительно это так, в ближайшее время будет принято решение. Не приходится обращаться сейчас уже в прокуратуру для того, чтобы помочь сдвинуть с места тот либо иной вопрос. Ну, еще одна большая проблема современных населенных пунктов, это свалки, несанкционированные свалки. ОНФ тоже создает карту, карту свалок. Вообще, вот как здесь у нас продвигается работа? Это интерактивная карта, точно такая же, как и автомобильная, под поубитым дорогам. По свалкам, очень простое название, русскими буквами, карта свалок.рф, слитно, прям запомнить очень легко. Указывается регион, где находится человек и спокойно может отметить ту либо иную, сфотографировать опять же и отметить. Несколько этапов. Первый этап, когда человек отмечает, выкладывает на сайт, она сначала серенькая, до того момента, пока точечка серенькая, до того момента, пока модератор не проверит, действительно ли она есть. После этого она становится красной, это значит взята в работу данная проблема и по мере реализации становится зелененькой. Ну и как быстро мы зеленеем наша республика? Зеленеем. На сегодняшний день у нас 33 свалки по республике Хакасия занесены в интерактивную карту. 10 из них ликвидированы, в том числе с помощью и активистов народного фронта, с личным участием, то есть не то, что мы куда-то пишем и контролируем, пожалуйста, сделайте. Субботники устраиваются. Можно сказать, субботники, высадка деревьев после уборки мусора. Но хочется напомнить, наверное, такую пословицу, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Поэтому те свалки, вот взять, к примеру, действительно с орбитовские дачи, недавно буквально муниципалитет города довольно большую свалку убрал, но нет уверенности, что осенью она, к сожалению, там не появится снова. Поэтому нужно воспитывать, наверное, себя самого в первую очередь, а то, что это делается и убирается, ну, это есть. Мы начали разговор с дорог и вспомнили, что два года назад мы занимались дорогами, продолжали заниматься, занимаемся сейчас, вне зависимости от того, есть карта, нету карты, и будем продолжать заниматься дальше. Точно так же касается и свалки, свалок во множественном числе, потому что идет загрязнение просто почвы, а дальше идут грунтовые воды, то, откуда потом поступает вода в наш дом. Поэтому эти проблемы, они, к сожалению, наверное, не на один год, и будем бороться с ликвидацией и последствиями, ликвидацией последствий от этих свалок, я думаю, в дальнейшем. И хочется сказать, что, наверное, люди, которые живут в России, они несколько инертны в плане зайти, посмотреть, отметить. Это сложный такой маховик, который мы всего полгода пытаемся достучаться. Пожалуйста, начните участвовать, начните участвовать. Но я думаю, что не так долго нам осталось ждать, и эта машина просто-напросто начнет действительно работать. машина именно в людском, в гражданском голосовании. И тогда мы будем как-то влиять еще более сильнее на происходящую ситуацию. Спасибо большое, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Зрителям я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был Максим Мореев, сопредседатель регионального штаба ОНФ Хакасия. Спасибо, что были с нами. Еще увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok